В общем-то, я тут собирался снять просто видео, как я пролистываю ленту Яндекс.Зен, нахожу интересные каналы, натыкаюсь, может быть, на какой-то контентный спам, показываю вам, что там есть, что там нарушает правила, что не нарушает, ну и, собственно, об этом видео, но оказалось всё совсем не так. В общем, я натолкнулся на очень интересную схему заработка для Яндекс.Зен, скажем так, не очень честную, как вы поняли, но поскольку Яндекс.Зену всё равно на то, что творится на их площадке, ну, мне как бы не так всё равно, поэтому я вам её покажу, и, может быть, после этого кто-то что-то сделает и примет какие-то меры. Вот так вот. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится», и мы начинаем. Ну, поскольку моей целью изначально не было найти какую-то новую схему заработка не очень честных авторов, поэтому я сначала обозревал просто каналы. Давайте я всё-таки это сделаю, объединю как-то вот эти две темы, покажу, что всё-таки есть на Яндекс.Зен, ну, а дальше вы увидите, как я на неё натолкнулся, как это сперва вызвало у меня некоторое недоумение. Когда я нашёл повторение этой схемы на других каналах, то мне стало уже интересно. В общем, смотрите сами. Ну вот, давайте посмотрим ленту рекомендаций Яндекс.Зен. Я специально не залогинился, то есть здесь вот, видите, никакого пользователя не указано, в IT, регистрация, чтобы посмотреть, какую по дефолту нам выдают ленту, то есть какие статьи. Ну и вот сразу у нас тут канал «Бери и делай» выдаёт нам смешные собаки, которые заставят вас улыбнуться и поднимут вам настроение. Прикольные щенята, милота. Канал, судя по всему, про строительство и ремонт, но нам пихают щенят просто потому, что щенята — это мило, просто потому, что это будут смотреть. Причём видео, по всей видимости, скоммунижено с Ютуба. И у нас здесь идёт статичная картинка, последние кадры, и вот 9, 8, 7, видимо, для того, чтобы продлить нам как-то вот это вот времяпрепровождение на этом канале. Само видео, по всей видимости, вот 4 минуты идёт. Давайте посмотрим, что это за канал у нас тут. Я бы не сказал, что это прям плохо, но вот канал про строительство, очевидно, даже нет никакого описания. Здесь у нас взлёт без страховки на огромную высоту на параплане держать за каркас чуть не сорвался. Ну, как бы явно не про строительство видео. Здесь у нас милые животные, видимо, канал просто перешёл на милых животных. Подписчики 120, аудитория 49 тысяч, ну, канал, по всей видимости, загибается, и поэтому решил вот милых животных постить. Причём, как я понимаю, эти животные вот взяты откуда-то непонятно откуда. Ну, явно не автор снимал «Кенгуру». Очень странная картинка «Перевёрнутая женщина с деньгами». Вот вам метод управления деньгами, который даёт возможность привлекать большее количество денег в нашу жизнь. Больше. Большое количество денег в нашу жизнь. «Перевёрнутая картинка», что очень странно, сколько иначе может зарабатывать таргетолог. Вообще, какая-то сборная солянка. Ну, неудивительно, что канал загнулся. Удивительно, что нам его пихают прям в самом начале, прям первым в ленте. Ну, давайте дальше посмотрим, полистаем, этот канал закроем. Как я уже сказал, не все каналы, которые я буду показывать, плохие. Некоторые просто сами по себе интересны. Ну, давайте дальше полистаем, посмотрим, что тут ещё есть. Ну, вот, допустим, наел пузо, питаясь сухомяткой на стройке. Заказчик подсказал простой способ худеть на 2 килограмма в неделю. Канал, судя по всему, тоже кубанский мастер про стройку. Наел пузо. Ну, это тема как бы похудения, видимо, она всем довольно интересна. Ну, это, собственно, неплохая статья, 156 тысяч прочитали. Никакой это не контентный спам. Просто, что меня здесь заинтересовало, это как раз то, что тема похудения остаётся всем интересной. То есть, тут большое количество комментариев, большое количество лайков. Хоть канал там и про строительство, и про ремонт. Но вот, если мы на него зайдём, 20 тысяч подписчиков, всё-таки у него свой сайт есть. То он рассказывает в основном как раз вот про то, про заказчиков, про ремонт, про строительство. Видео какие-то выкладывает, свои уникальные каналы. На самом деле, хорошие. Просто вот мне выдало статью про его похудение. Аудитория 524 тысячи, что не так мало, на самом деле. Учитывая даже то, что строительство и ремонт довольно такая прибыльная тема. В общем, надо над этим задуматься и тоже, наверное, выпустить парочку таких вот статей про похудение. Ну, тема про то, как обманывают туристов, собственно, всегда популярна была. Хотя тут 536 комментариев не так много набрало. Ну да ладно, пойдём дальше. Ну, каналы тут, конечно, интересные, всякие разные. Давайте дальше листать. Тут, на самом деле, во вкладках я уже подготавливал для вас какие-то статьи, на которые я набрёл. Какие-то некоторые кликбейтные, какие-то такие просто интересные. Но, к сожалению, вот как-то браузер обновился и заново приходится листать. Поэтому я, наверное, сейчас просто зайду в историю и найду эти статьи и покажу вам, что ещё удалось найти в этой ленте. Конечно, это выглядело бы немного эффектнее, если бы я наблюдал на эти статьи, опять же, в этой ленте. Но вот, к сожалению, оперативки у меня не хватает, чтобы браузер не обновлял страницы. И поэтому вот так сделаем. Сын хотел украсть у отца старую икону и продать. Подойдя ночью в угол с иконой, парень замер от увиденного. Опять же, напоминаю, эту статью мне выдало сейчас в ленте. В неё 31 тысяча её прочитали, 1867 ей нравится. Но, по сути, это вот, если быть честным, ну, такой контентный спам. Я много раз такие статьи видел, просто в других статьях у отца там воровали ордена, медали воровали, ещё что-то там воровали. Замер от увиденного. Ну, то есть, такая вот история. Кстати, реклама тут есть, непонятно, просто старика какого-то. Вот эти вот старики-старушки на превьюшках, это, вот, в большинстве случаев, если вы видите, это контентный спам. Ну, да ладно, смотрим до конца. Реклама, реклама вот, причём в конце ещё видео. Это Яндекс.Видео. Автор отключил комментарии к публикации. Неудивительно, что он их отключил, потому что, наверное, много недовольных было бы. Хотя, вот, 1800 человек им понравилось. Собственно, давайте посмотрим, чем тут дело-то кончилось. Вот он тут, по всей видимости, увидел старую икону, узнал, что у неё есть какая-то ценность. Дверь в комнату тихонько приоткрылась, удостоверившись, что отец Пит Роман тихонько пошёл к углу с иконой. Но как только он подошёл к иконе, вдруг стали происходить такие вещи, от которых у парня волосы дыбом встали. Продолжение ниже. И нам ссылаются тут на видео. То есть нам, чтобы узнать, чем это всё закончилось, нужно ещё и нажать на кнопку и посмотреть видео. 12 минут идёт видео. И вот эта чепуха нравится 1800 человек. Видимо, с Дзеном что-то не так. Причём это откровенный вот кликбейт. Парень замер от увиденного. Ну, собственно, пролистал я это видео по-быстренькому. Суть в чём? В том, что нам заново пересказывают видео, вот эту вот всю историю длинную-длинную. И там какая-то ересь про новую жизнь, про что-то такое. В общем, это очень низкого качества контент. Давайте посмотрим, что у нас за канал такой. Аня Топовая. Ну, блин, ну вот, канал Бедной Старушки 100то постоянно оставлял под дверью деньги. Она узнала кто, и слёзы потекли по её щекам. Ну, то есть это контентный спам. Яндекс Дзен, что с вами не так? Так, вы банили меня за контентный спам, но вот вставляете рекламу в такие каналы. Причём таких каналов много я в прошлом видео показывал. Ну, да ладно, не будем останавливаться. Не хочу сейчас контентный спам обозревать. Давайте посмотрим, на что мне ещё удалось наткнуться в ленте Яндекс Дзена. Полистаем, посмотрим. И типа я такой набрёл опять на статью. Ну, я на неё на самом деле набрёл. Просто вот нажимаешь вот так вот, и он заново открывает ленту рекомендаций. Ну, да ладно. Вот что интересное было в ленте. Написал заявление на своих учеников за оскорбление. Их родители уже начали требовать от меня извинений. Собственно, это не контентный спам, на мой взгляд, субъективный. Хотя тут картинки, опять же, взяты с других сайтов сторонних. Длинные статьи. Но человек рассказывает какую-то свою историю. Хоть и не с уникальными изображениями. У него тут много 3168 лайков. Реклама есть. Историю он рассказывает. Собственно, 4000 подписчиков у человека на канале. Канал, начиная всё сначала, 5 лет назад я ушёл из образования искать лучшие доли в других сферах. Вроде бы всё шло хорошо, но неудача при поступлении в аспирантуру одного из самых престижных университетов мира заставили меня снова вернуться в маленькую сельскую школу. Ну и, собственно, вот он рассказывает, что полиция нашла оскорбивших меня школьников. Что можно почитать самому и детям. У канала, причём, аудитория такая довольно немаленькая. 357 тысяч. Ну, это, конечно, и небольшая, как несколько миллионов у некоторых. Ну, в общем-то, довольно интересно. Давайте пролистаем с самого начала. Станет понятно, человек писал об этом только. Или вот это у него последняя тема, которая, видимо, всех заинтересовала. И он стал писать статьи только на эту тематику. Ну вот, наверное, достаточно. Сперва мы покупали у них барахло, потом у нас краткая история о российско-китайском соседстве двух городов. Ну, немножко другая тема. Хотя нет, вот учителя говорят, с каждым годом ученики всё слабее и слабее, насколько это близко к правде. То есть он писал про школу просто неперсонализированно. Благовещенск. Причём человек, видимо, с Благовещенского раз удалось сфотографировать. Ну вот, вернулся работать в сельскую школу. Спустя пять лет многое в образовании изменилось не в лучшую сторону. Ну, то есть, скорее всего, это действительно какой-то учитель, который пишет о том, что происходит. Другое дело, что в маленькой школе непонятно, как к нему отнесутся. То есть тут 1667 комментариев, и, видимо, все уже знают о том, что он вот пишет на Яндекс.Зене свою историю. Ну да ладно. Так-то на самом деле я долго листал эту ленту, просто здесь я вот обрезал этот момент поиска. Дальше наткнулся вот на такую статью. Девочка отдала свою последнюю мелочь старенькой бабуле. Через неделю к ней домой приехал сын старушки с огромным подарком. Собственно, ну, опять же, старенькая бабуля. Просто когда вижу старенькую бабулю, все статьи однотипные вот эти вот. Размещают какого-то старого человека, размещают там какую-то слезливую историю. Вот вам, пожалуйста, дочитки, просмотры и заработок. Опять же, в конце... А, вот, продолжение ниже. Кстати, это вот такая вот стандартная схема. Может быть, это какая-то такая вот схема. Ну, то есть, они делают одно и то же. Они делают слезливую историю. Они делают какой-то... Доходят до интриги вот этой вот и размещают видео. Возможно, это какая-то новая схема, такая заработка. Ну, то есть, когда я включаю вот эти видео, тут показывается реклама. Это, кстати, интересно. То есть, вот здесь реклама есть, и автор отключил комментарии. Возможно, вот эти все каналы ведет один и тот же человек. То есть, возможно, никакой Сары Хижняк не существует. Вернее, она существует, но ее канал как-то, может быть, взломали или забрали, я не знаю, на продвижение. Но тут, если посмотреть, вот эти вот статьи, они с контентным спамом. Покинув детдом, Стас вернулся в старый дом, доставшийся по наследству, внезапная находка в доме вынудила его купить билет на поезд. Открываем, и, скорее всего, я прям уверен, что будет одна и та же схема. То есть, у нас здесь будет вот эта вот слезливая история, и в самый интересный момент у нас будет вот здесь вот прерываться она. Да, продолжение ниже. Автор отключил комментарии? Да, автор отключил комментарии. Ну вот, пожалуйста, Яндекс.Дзен. Что у вас творится вообще тут? Борются они с контентным спамом, понимаешь ли? Вы не только не боретесь с контентным спамом, вы почему-то его как-то вот не замечаете даже. Ну вот, как мы видим, схема довольно незамысловатая и простая. То есть, берется какой-то канал, размещается на нем какой-то кликбейтный заголовок, причем с контентным спамом слезливая какая-то бабушка размещается, слезливая история. Причем в заголовке это отражается, что там, не знаю, хотел своровать икону, хотел своровать медали, подошел к ним, взял, и тут произошло что-то неожиданно необычное. Мы дочитываем до того момента, где должно произойти неожиданное и необычное, и нам предлагают просто посмотреть видео. То есть, ссылка на видео, включаешь видео, тебе там показывают рекламу. Собственно, на рекламе с видео автор, по-видимому, и зарабатывает. Причем каналы все монетизированные. То есть, не только с видео он зарабатывает, но еще и зарабатывает с рекламы, которая вставлена в статью. То есть, это монетизированные каналы с контентным спамом. Тут непонятно только одно, почему Дзен поощряет этот контентный спам, почему не банит То есть в прошлом видео и много раз я рассказывал историю про то, что автору одному предложили продвинуть его канал, попросили админку и сказали мы будем делить доход пополам Возможно этим авторам то же самое говорили, но там была схема какая, все ссылалось на Яндекс.Эфир То есть опять же слезливые истории, опять же вставляли видео в эти каналы, человек нажимал, ему показывалась реклама и собственно на этом зарабатывались деньги Видимо после того, как Яндекс.Эфир переехал на Дзен, вот эта схема живет теперь в таком вот виде Но как минимум она продолжает жить и непонятно почему Яндекс.Дзен, администрация закрывает на это глаза Ну то есть это не совсем честно, во-первых здесь нарушение сразу двух правил Кликбейт, то есть содержание статьи не соответствует заголовку, нам обещают одно, а по факту даже не рассказывают эту историю Во-вторых, другое нарушение, то что здесь это явный контентный спам, все истории как на подбор Фотография бабушки слезливой, какая-то слезливая история про то, что там украли медали, украли там икону, украли там не пойми, что они украли еще Либо помог бабушке, либо спас бабушку, либо там дедушку спас, либо там неблагодарные дети Но все истории как на подбор по одному сценарию Об этом говорил Яндекс.Дзен, но почему-то ему плевать, на этих каналах тысячи подписчиков Есть у меня подозрение, что это либо взломанные каналы, либо их также взяли на продвижение Непонятно, почему авторы не обращаются за помощью, либо они доверились тем, кто их якобы продвигает Но в общем-то это один вопрос, второй вопрос, куда смотрит Яндекс.Дзен, куда уходит трафик То есть эти каналы набирают довольно большое число, и до читок, и просмотров Ну а честным авторам, честным авторам шиш с маслом Яндекс.Дзен, разберитесь уже со своей системой В общем, я надеюсь Яндекс.Дзен обратит внимание на эту проблему, как-то прикроет дыры Потому что, ну, как я уже сказал, скорее всего, вот эти вот люди с Яндекс.Эфира, которые не очень честно там зарабатывали Сейчас переместились на Яндекс.Дзен, ну то есть видео, как вы знаете, перекочевали сюда И вот как-то вот двойной заработок у них Они вставляют видео, они вставляют и рекламу, которая обычно со статей идет И комментарии отключены, чтобы никто не возмущался тому, что происходит Причем меня смущает другое, меня смущает количество вот этих вот лайков Тысяча восемьсот лайков, две тысячи лайков Кто эти люди, которые лайкают? Ну то есть вы видите, вы читаете это все Доходит до какого-то момента, где написано продолжение следует Понятно же, что вас уже обманули, почему вы лайкаете? Я же, блин, включал эти видео, которые там прикреплены в самом конце Ну и что сказать, ничего интересного То есть вот эта вот контентно-спамная история Просто пересказанная словами и вставлены какие-то, опять же, фотографии Со слезливыми бабушками, там, дедушками с иконой Какими-то медалями И по сути, ну, как бы, может быть, там концовка-то и есть Ну, продолжение следует не написано Но если я захожу на статью, которую я хочу читать Почему я должен смотреть видео? И те люди, которые лайкают, ну, задумайтесь над этим Может быть, не стоит поощрять такой контент и продвигать его Хотя, скорее всего, те люди, которые ставят там лайки Не смотрят мои видео Ну да ладно Возможно, их смотрит администрация Яндекс.Зен Которая, наконец-то, возьмется за дело И, наконец-то, что-то сделает с этим Вот так вот А с вами был Кретов Подписывайтесь на мой канал Ставьте нравится На Инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...